Когда кошелек пуст, и рогатые зарплаты рады. Некоторые не получали деньги с лета этого года. Рабочие спрашивают, могут их продать, а могут оставить себе на выращивании. Роза Мухамершина, напротив, считает эту сделку невыгодной. Сельхозпредприятие «Идель» задолжало ей 53 тысячи рублей. Продав арестованную скотину, она не возместит свою зарплату. По ее мнению, приставы оценили скотину не по рыночной стоимости. Они дают, понимаете, 125 рублей за килограмм, а рабочим надают или 100, или 110. Это убыток нам будет. Я не согласна. Неужели я хочу половину потерять, зарплату, мне и так не на что жить. Так же думают и ее коллеги. А если там на ферме работать, дачи Тиньков никогда не было, скажем, или там Варварина нигде, где он, это покупать не найдет. Оценкой стоимости животных занимали судебные приставы. С их расчетами согласились пока 46 человек из 800 сотрудников. Передано взыскателям 46 голов. Это вот данные на сегодняшнее утро. Общая сумма где-то миллион сто тысяч рублей. Выплачивать долги телятами вполне реальная практика. Раньше это делали в Вамини. Юристы советуют внимательно читать условия договора. В натуральной форме может быть выплачено не больше 20% от суммы зарплаты. В любом случае должно быть согласие работника. Те, кто отказался получать рогатую зарплату, ждут, когда компания выйдет из финансовой ямы. Как скоро это произойдет? Карточки деньги сегодня ушли. Люди будут, ну, сегодня вечером поступят и в понедельник. За два с половиной месяца получается. У нас октябрь, сентябрь и половина была августа. Если верить руководству компании, долгов по зарплате больше нет. Деньги поступят на счет в ближайшие дни. А коров снимут из-под ареста. А те, кто уже согласился на условия и взял бычков для реализации, ищут покупателей, чтобы продать мясо по выгодной цене. Анна Городнова, Ренат Сафин, ТНВ, Камско-Устинский район, Казань.